Памяти Шорасула Халимова посвящается младших детей Шорасула и Махмуду и старших внуков выучил в русской школе. Всем детям дал высшее образование. 1941 год. Шорасул окончил архитектурный факультет Ташкентского политехнического института. Практику проходил в городе Краснодон. В это время началась война. Домы за него очень волновались, но он вернулся из Краснодона целым и невредимым. Вскоре Шорасула направили в Московскую военную академию. По дороге в поезде Шорасул сильно простудился и по этой причине не прошел медкомиссию. После выздоровления его отправили на учебу в Рыбинское военно-артиллерийское училище. Шорасул закончил его офицером в чине младшего лейтенанта и прямо оттуда попал на фронт. Шорасул поддерживал связь с близкими. В то время это было возможно только посредством писем. Здравствуйте, дорогие мои. Опять был вынужден писать на русском языке, так как по вашим сообщениям мои письма идут полтора месяца. И это, по-моему, только из-за цензуры. До этого писал вам еще 29 и 30 декабря. Наверное, до вас еще не дошло. 29-го дал телеграмму, на которую получил ответ вчера, где пишите, что я сообщил о получении посылок. Но я еще и 6 декабря, в день получения посылки из Рыбинска, отправил телеграмму. Очевидно, не дошла. Поэтому вчера дал вторую телеграмму, срочную, которую должны были уже получить. 29 декабря сдал последний экзамен. И на этом учеба закончилась. Из 6 дисциплин, введенных в госэкзамен, 5 сдал на отлично. А один на хорошо. Общая оценка отличная. И должны присвоить звание лейтенанта первой категории. Таковых 5 человек. 17 человек получили вторую категорию. И 10 человек третьей категории. 27 лейтенантов и 5 младших лейтенантов. О месте назначения пока ничего не известно. Сегодня или завтра должны зачесть приказ. Пока идут занятия по дополнительному расписанию. По лыжной практике, рукопашному бою, тактике. От вас получил два письма 29 декабря. Одно от отца, второе от сестры. Эти письма, наверное, первые и последние. Очень рано прекратили переписку. Еще неизвестно, когда отправляемся. Ну, и все обо мне. Как живете? Все ли здоровы? Все ли в порядке? Очевидно, на эти вопросы получу ответ на новый адрес. Пишите в дальнейшем чаще. Передавайте привет всем, всем дорогим родным, знакомым и друзьям. Красноармейский привет. Ваш Расул. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кучкараке Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Но ряд роковых обстоятельств и обстановка того горячего времени привели его на передовую, откуда Шорасул уже не вернулся. Дорогие братья, шлю свой пламенный, фронтовой, комсомольский привет и желаю вам от всей души здоровья и успеха в работе. Я получаю от вас все, что вы пишете, и очень благодарю вам за ваше внимание. Я вам пишу это письмо, и ввиду того, что не знаю ваши адреса служебные, то приходится передать через Файзи, а направлять на ваше имя просто домой. Боюсь, как бы они не попали в руки отца или других, потому что я не хочу, чтобы они ничего про меня плохого не знали, и чтобы были всегда спокойны за меня. До последнего времени были в тылу. Конечно, не в полном смысле слова, но относительно. Но сейчас уже находимся почти что на передовой, а скоро будем уже совсем на передовой. Так что может случиться что? Сами знаете. Война. Пока что работаю на стабильной работе, но все зависит от обстановки. Любое время могут перебросить на другую работу. Вы знаете, я еще писал в первых своих письмах, что начальник штаба меня назначил на эту работу с целью научить меня штабной работе. Однажды я был у командира своего полка. Между разговоров он спросил, ну как Халимов? Научился работать? Я ответил, лучше спросить у моих начальников. После этого разговора прошло несколько дней, и числа 7 или 8 июля я поинтересовался, почему он не интересуется мной. Оказывается, мой начальник рекомендовал мне на работу помощника начальника штаба по оперативной части. Первой помощи НШ. Но через два дня мы выступили. После 11 июля я вернулся обратно с дороги со специальным заданием и вернулся в штаб дивизии только 22-го, 7-го, 43-го. Тогда я узнал, что ввиду моего отсутствия на эту должность означали другого человека. На этой работе работал один капитан. Конечно, работа очень трудная и ответственная. Почти вся штабная работа лежит на этом человеке, так что нельзя надеяться на что-либо. Я хочу только, чтобы вы знали, что нахожусь не в тылу, а на фронте. Для меня это не страшно, потому что не в первый раз, а в второй. И ничего не боюсь, и нечего бояться. Вот и все, кажется, о чем я хотел написать. Привет всем родным, друзьям и знакомым. С братским приветом, уважающий вас, Расул. На многочисленные запросы отца, сестры и братьев приходил ответ, что имени Шурасула Халимова нет ни в числе погибших, ни в числе пропавших без вести. Его мать была безутешна, надеялась и ждала сына много лет. В 1948 году умер Махкамбай. На его могиле установили стеллу с двумя именами и двумя фотографиями – отца и сына Шурасула. Но даже после этого мать не теряла надежды на возвращение любимого сына. После войны участились разговоры о том, что попавших в плен фашистам советских солдат стали причислять к изменникам родины, и поэтому многие солдаты, освободившиеся из плена, боялись вернуться домой, оставались жить в разных странах, не давая себе знать. Это дало новую надежду матери, и она просила уезжавших за рубеж знакомых – найдите моего сына. Ситуация прояснилась совсем недавно. Были найдены чудом сохранившиеся письма Шурасула с фронта. Вслед за этим из недавно открывшихся архивах Министерства обороны России стало известно, что лейтенант, командир минометного взвода 15-го стрелкового полка 147-й стрелковой дивизии Расул Халимов в начале августа 1943 года погиб во время знаменитой Курской битвы. По всей вероятности, он похоронен в братской могиле в селе Косилово вместе с солдатами и офицерами дивизии, которую он воевал. Мать Шурасула ушла в мир иной в 1970 году. Она до конца верила в возвращение сына. Ее последними словами были «Шурасул кайтты ма?» Шурасул вернулся?